привет всем решила по горячим следам снять видео мне поступил вопрос от зрительницы не знаю правильно я назову алекса или нет я очень благодарна вам за этот вопрос только я прошу вас не берите как бы в голову то что это меня или упрекнули ли что ну вот действительно у вас много вещей можно вопрос без подвоха без осуждения но я так его и воспринимаю но я же не воспринимаем все вопросы в штыки или мне не нравятся без оскорблений пожалуйста вас это не напрягает есть ведь вещи которые не часто носите есть да и сколько нужно человеку той одежды но я обещала что я написала спасибо за вопрос это будет следующая тема разговора на прогулке но я решила записать вот сидя дома с новой техникой вот у меня здесь bluetooth это тоже касается этого значит может и затянется разговор ну как уж получится кому не интересно но не слушайте или частично слушайте ну а мне интересно поговорить на эту тему тем более на улице меня все время перебивают проходящие мимо люди а здесь я могу не путая все здесь немножечко даже набросала на бумажечке себе чтобы ничего не пропустить ну возраста разные бывают мы проходим постепенно их к сожалению очень быстро когда тебе 30 лет когда тебе 40 лет когда тебе 50 лет но когда тебе 60 да еще и плюс мне 65 вы знаете подход к жизни и вообще подход ко всему меняется с возрастом если тебе 30 лет думаешь а вот дети вырастут и тогда я начну как бы жить а здесь уже и дети выросли но у меня одна дочь но все равно и внуки можно сказать что уже выросли да уже много большой путь пройден и говорить о том что а вот еще подойдет там столько-то лет и тогда нет надо сегодня и сейчас особенно в нашем возрасте я буду вспоминать многое так как я многих людей знала которые уже ушли которые еще живут вот и приводить буду примеры из жизни так сказать и мои размышления по поводу всего этого сугума моим у нас был кум хороший друг мужа и когда ему исполнилось 60 лет он как бы извинялся и говорила ой вы знаете у нас здесь надо ремонт сделать квартире наведем порядок вот 65 лет будет и мы в общем отметим на полную катушку увы 65 лет до 65 он не дожил он умер как-то мне это так запечатлелось вот но делаешь выводы из всего это это не единичный случай поэтому надо жить сейчас в данную минуту каждый день как последний но еще возраст я знаю что в моем возрасте со многими я общаюсь вот те же собачники с которыми мне больше всего приходится общаться многих я не знаю как их по имени звать некоторых я знаю но здороваемся ну и общаемся понемножечку и часто меня спрашивает вот по поводу того что я одета вот так и вот но я и признаюсь говорю что я сама себе шью и одна из них вороте тоже когда-то себе шила а сейчас не хочется мне она мне не надо честно мне не хочется чтобы у меня наступил пара такой период когда я не хотела бы этого еще один пример приведу тетка наша по родстве мужа ей уже было наверное лет семьдесят пять а может и больше немножечко тоже уже ныне покойная она говорила не интересно стало жить ходим только на похороны поминки многие умерли и получается как будто бы у людей пустота вот та жизнь которая у них была она там где-то а нового но ничего не приобретено и у них все меньше и меньше становится становится той жизнь которая за плечами а но нету внуки своя жизнь дети своя жизнь вот поэтому мне кажется надо идти в ногу со временем поэтому я так цепляюсь покупаю девайсы осваиваю новое все то что касается технологий современных может мне тяжело и не все ну хотя бы хотя бы подтягиваю себя чтобы моим внукам было интересно со мной я еще очень давно говорила что я не хочу чтобы мне внуки говорили баба оля ты этого не понимаешь не хочу этого я помню как свекру со свекровью подросли и внучки они к нам в гости любили ходить и постоянно приходили и когда подросли такими подростками стали и вот они но стеснялись дедушку и бабушку они заходили в троллейбус если бабушка и дедушка на переднюю дверь они на другую дверь заходим на заднюю или среднюю но уже как вот потому что как бы бабушка и дедушка не отвечали их ну я не знаю но статус нет нельзя здесь сказать они со временем потом вспоминали об этом и жалели им жалко было что вот такое ноту подростка мне не были им казалось что они дедушка и бабушка старая не так одеты не современные и такое бывает но это поэтому тоже не хочется быть в таком статусе чтобы например внуки стеснялись тебя если ты опустишься как многие есть очень многие есть которые опустились и ходят но донашивают я вот вижу одежду восьмидесятых годов только не надо говорить что это по бедности нет это не по бедности это люди которым все равно как они выглядят вот подумаешь там пальто восьмидесятых годов уже потертая старая при старая но еще дыр нету можно носить вот сейчас я посмотрю чтобы я тут еще один пример я не буду называть на и женщину которые еще не совсем старая очень хорошо знаю вот молодость и очень красивая была с высшим образованием но на пенсии покатилась вниз даже кнопочный телефон ей тяжело освоить вот ничего ей не надо 72 года женщине она глубокая старуха но это же наше время многие женщины я вы в инстаграме подписано может многие знают ольга я не помню какие фамилия она из минска она фотографируется для глянцевых журналов ее приглашают рекламировать товары какие-то одежду но она ухаживает за собой вебинары проводит там приглашает в гости всяких вот но людей интересных но в общем развивается человека они катятся по наклонной а в этом возрасте очень легко скатиться по наклонной я тоже арис апфель приведу которая говорила что мы должны работать над собой всю жизнь всю жизнь должны работать и особенно тогда когда становимся вот старшего возраста я не буду говорить престарелыми обязательно надо работать над собой и и если например тело возможно мы не можем она стареет независимо от того хотим мы этого или нет даже если мы ходим на всевозможные процедуры занимаемся спортом все равно старение идет и и в тех же кто как бы имеют подтянутый вид но я знаю по себе вы мне пишите что какая легкая походка да она легкая походка я ее делаю когда снимаю с кадре а иногда и суставы болят ну в общем много чего болит но делаешь вид поддерживаешь себя ну в общем телом как бы оно стареет но душу вот свою тонус свой в этот внутренний ты можешь поддерживать ну и теперь перейдем тому наряды было время у меня когда действительно у меня было немного одни босоножки и я была намного моложе меня это устраивало как бы были одни брюки на лето белые практически но может там еще юбка я уже не помню других несколько футболочек и так я лето правда тогда у меня очень было бы много работы на заказах сидела поэтому не очень то куда ходила вот было такое время сейчас но тогда я молодая и мне казалось что а вот там где-то впереди вот там я уже оторвусь ну а теперь мне 65 но что я буду говорить я вот через 10-15 лет вот я начну да нет я сейчас хочу мне интересно это как поездка то что я говорила что никуда не езжу не писали никуда не ездите да а каждый на наряд для меня как-то он меня ну как как же найти такое правильное слово как бы внушает мне что-то вот я в новом наряде я новая я как новая поездка куда-то я меняю достаточно часто зимой конечно же нет и погода не сопутствует этому а летом ну вы же не видите мою всю жизнь мы с шаней каждый день встречаем нашего папу я всегда красиво нарядно можно сказать даже одета он выходит из подземного перехода всегда радуется ему приятно что его встречает жена такая красивая мы гуляем домой мы не спешим еще гуляем где-то посидим общаемся ну в общем а ну как-то эти наряды мне такое как бы разнообразие в моей жизни как бы однообразной если посмотреть вот со стороны как и пишите бывает не что однообразно но вот благодаря нарядам эта жизнь становится разнообразнее вот приятно например когда мы собираемся семьей когда внуки приходят и я всегда одеваю как дома или к ними до одевая какой-то наряд чтобы быть нарядной красивой чтобы внукам было приятно смотреть на свою бабушку такую вот приятно мне приятно что настя одноклассником говорит что у меня бабушка дизайнер она мне шьет и себе шьет и имеет канал инстаграм тот же вот стараюсь приглашаю на инстаграм там первое что вы увидите это в инстаграме я там всегда вот это платье мне просили показать дочкина в инстаграме оно уже выставлено наверное дня два а когда будет на фигуре не знаю потому что дочь не в Киеве когда передам когда они мне снимут видео тогда и будет это в общем приятно дочери приятно что у него у него у нее такая мама ну где-то так вот и я не вижу в этом ничего плохого сейчас минимализм коронавирус пройдет мы будем жить по-другому начали движения какие-то в эту сторону к минимализму давайте мы все повыбрасываем микроволновки мультиварки вернемся мы вчера с мужем разговаривали к кирогазу вот что еще примус да вот давайте мы еще от чего-то откажемся будем ходить в одним в одних шлепанцах в одной фуфайке ватной мне кажется это не в том направлении движение вот это да я понимаю какой-то минимализм у кого-то может и есть но это их потребность такая но навязывать это всем я думаю это бессмысленно вот я в основном покупаю ткани натуральные или почти натуральные с добавкой там полиэстера немного вот мы наоборот те кто покупаем стоковые ткани мы спасаем планету эти ткани если бы мы не покупали они бы валялись где-то в европе на мусорниках да и потом человечество должно двигаться в другом направлении в том направлении зачем они нобелевские премии получают как перерабатывать а отказываться от этого уже вряд ли сможем и тот же пластик и все может надо двигаться в сторону того как безопасно перерабатывать использовать вторично это все мне кажется это более рационально потому что запретить и ограничить людей вот ну не знаю как мы будем мороженую рыбу нести в бумажных пакетах домой с универсами без пакетов полиэтиленовых мне кажется это удобно как замораживать тоже есть полиэтилен может придумывать вместо полиэтилена что-то чтобы заменяла и было качественно вот моя шаня хвостиком видите даже здесь машет вот поэтому в этом направлении шанюха надо двигаться человечеству я знаю есть технологии мне кажется в японии я читала что все эти синтетические перерабатывают и используют при прокладке дорог укладке асфальта и получается намного крепче и лучше поэтому ну не знаю кто кому кто поддерживает это движение пожалуйста то вот я ну я буду двигаться в своем направлении то что мне нравится как нравится ну в общем где то так поэтому меня напрягает что у меня много нарядов очень даже напрягает потому что у меня шкаф маленький вот мне не хватает гардеробной как вот я вижу в других странах в квартирах в своих домах большие гардеробные это настолько удобно чем когда ты в шкаф складываешь вот так как селедка в бочке она мнется а так бы повесила сумки развесила обувь мне надо по коробкам искать иногда лето заканчивается а ты случайно встречаешь пару какой-то туфель или босоножек и думаешь эх а я про них забыл в общем вот так с юмором вот такое мое отношение меня абсолютно не напрягает вот я же сказала в каком смысле напрягает я очень рада тому что я хочу а не сказала мне это не надо а я хочу одеваться хочу модничать хочу быть в тренде мне нравится составлять образы из того что у меня имеется ну в общем как то так это тоже своего рода развитие кто то на даче развивается изучает как выращивать растения но это уже каждому свое кто то еще чем то я еще приведу один пример мы давно знакомы больше десяти лет онлайн знакомы в жизни мы не знакомы и сейчас общаемся в телеграме группа я говорила не раз швейная у нас не только швейная это мы так и называется сезонушки с сезоном мы там собрались нас одна из таких активных участниц объединила там и там есть маша москвичка вы знаете это талантище это талантливейший человек она за что не берется она делает такую красоту она и сумки вяжет она и вяжет просто вещи она и шьет сейчас правда она не так часто шьет а какие она делает украшения из бисера это вообще умопомрачение настолько красивые мастерство у нее высочайшего класса и вы знаете она как бы по улице не ходит никуда не ездит и в отпуск не ездит она довольна своей жизнью она сидит целыми днями если у нее какой-то проект она сидит день и ночь муж у нее художник точно так же они живут они так друг друга нашли вот ну такая пара талантливайшая в общем и они живут вот этим тем чем они занимаются им не надо никаких поездок им хватает то что они в интернете посмотрят какие-то видео и делают неземную красоту и получают от этого удовольствие и чувствуют себя счастливыми вот ну в общем у каждого свое вот так что и у нас здесь большое спасибо за ваши комментарии большое спасибо я не могу обширно всем отвечать поэтому я ставлю спасибо там поцелуйчики там еще улыбочки смайлики кому-то если вопрос есть я отвечаю вот поэтому огромнейшее спасибо вам всем я даже не ожидала что это видео так быстро начнет набирать просмотры вот и откликнется столько подписчиков которых которые очень редко появляются в комментариях есть и такие которые смотрят давно но редко пишут есть которые недавно появились и сразу же пишут вот ну мы все разные точно так же как и я я смотрю тоже youtube и когда пишу когда не пишу кому-то пишу а кому-то есть вообще давно смотрю а не писала ни разу вот поэтому огромное спасибо и мы как бы собрались там не написали что мы как бы по духу близки вот оно действительно так многие поддержали то что я вот говорила вот интроверты как написали мы здесь все ну нечистокровные если почитать я не разу интересовалась потому что мне не разу писали уже но что-то есть и этого но не полностью экстраверт тоже во мне просыпается поэтому ну конечно же я точно что я как внутри себя вот вот так погружаюсь в размышления всевозможные мне легче размышлять чем рассказывать потому что я мало разговариваю по жизни вот так а размышляю очень много и когда я размышляю у меня прямо льется это все но когда мне надо это высказать мне очень тяжело приходится это делать скажу вам честно так что уж извините но мне кажется в этот раз у меня неплохо получилось может потому что подсказки здесь у меня имеется и мне кажется я ничего не пропустила но все равно вот закончится я буду загружать на youtube и вспомню и подумай вот а почему я это не сказала поэтому разговоры на эту тему можем продолжать и в следующих видео ну а на этом буду прощаться потому что я уже смотрю 25 минут наговорила спасибо огромнейшее я очень рада что вы у меня есть надеюсь и вы рады что я у вас вот ну в общем стимулируем друг друга радуемся жизни каждый день каждый день проснулись и радуйтесь это самое что вы проснулись что вы ну может и здоровье подкачивает но все равно вы встали с постели это уже большое счастье и так мы движемся по жизни развиваемся не идем по наклонной а идем вверх в гору вот надо работать до последней минуты на этой земле пока мы существуем вот ну все пока пока потому что чувствую это надолго вот я сейчас кнопочкой выключу записываю на смартфон мне очень понравилось новая у меня палка селфи которая стойкой вот и можно снять блютуз отдельно вот не тянуться рукой ну и в общем вот мой топик который тогда белый как он подошел к этой рубашке джинсы а здесь у меня тут вышивка белая вот очень хорошо ну вообще джинсы белые очень идет ну все до новых видео цветочных следующее у меня будет цветочное видео до пошивалочек ну в общем до всяких видео и надеюсь и до вышивки я дойду я уже себя настраиваю и потом думаю вот начнется зима ну холодное время и я обязательно должна подключиться к вышивке а то совсем забуду ее ну все пока пока